Приветствую всех в игре Myth of Empires, очередная заброшенная гильдия. Во время своего еженедельного облета, недалеко от нашей базы, гильдия Вошми прекратила свое существование, видите. Ну, еще не совсем прекратила, хотя нет, почему прекратила, человек не заходит, не обновляет свой гильдийский маркер. И вот эта вся территория в скором времени рухнет. Личный владелец Нихау. Комод, прочность 20 тысяч. Фундамента побольше. Ну вот, где-то несколько дней будет все это пропадать, причем, обратите внимание, звери еще не умерли, то есть там корм есть. Кролики, лисы, олени. На прошлой неделе обновлен, обновлен был стоп. Дальше кабаны. Дальше волки. Дальше идут медведи. После медведей идут леопарды, пантеры. Дальше идут тигры и крокодилы. Ну, тигров у него нет, видимо, не ловил. Крокодилов у него тоже нет, видимо, не ловил. Ну, здесь у него рыбные пруды. Ну, и внутри тоже все стоит, стоят шкафы. Так, смотрите, уже что-то здесь сгнило, уже что-то здесь упало. Какой-то верстачок стоял здесь. Ну, в общем, вот это все будет гнить, это все будет рушиться, ну, и я это все, конечно же, заберу. Ну, если успею. Не я один, наверное, делают еженедельные облеты. Это гильдия шестидесятников. Я их встречал неоднократно. Так, ну, шкафы 20 тысяч, фундамент 37. Шкафы быстрее упадут. Здесь фундамент 10 тысяч. В общем, вот это все, ребятки, скоро рухнет. Человек перестал играть. Верстаки тоже будут рушиться 11 тысяч. Ну, я думаю, дня три они еще... Два-три дня они постоят, а потом все это упадет. Здесь будут мешочки. Причем, судя по территории гильдии, ну, вот 125 метров, по-моему, это максимально возможная территория. 150 метров, по-моему, уже не бывает, да? 125 метров, то есть гильдия, я так понимаю, девятого уровня. Ну, и по палаткам и конюшням можно судить, сколько человек в гильдии было. Две палатки, значит, два человека было. В общем, вот такая вот заброшенная гильдия. У этой гильдии есть еще одно место. Я туда сейчас тоже слетаю. Это вот здесь, вошьми. У них... Ой, две территории. Смотрите, две конюшни стоят. А там, кстати, лошади. И даже можно посчитать. Пять лошадей в одной. А этот игрок уже... Скверти, этот игрок вообще уже давно не играл. Лошадей нет. Но зато звери вот есть. Зверушек жалко. Так, ладно, улетаю. Сейчас еще на одну территорию слетаю. В общем, вот это все рухнет. И будем луту вывозить. Надо тут посмотреть, как тут подъехать. У него все огорожено. Ну, вот там вот я, кажись, вижу дырку. Ага. Две конюшни стоят. Лошадей он тут ловил. И вот там дырка. Там забор есть. Ага. Вот через эту дырку будем лут таскать. Так, ну, у него тут вторая территория. Ну, тут вообще почти ничего нет. Ну, два человека там играло. Посмотрим, здесь владелец кто. Ну, тут все деревянное. Там не хау. А здесь, наверное, скверти жил, да? Сейчас посмотрим. А нет, тоже не хау. Восемь тысяч. У фундамента восемь. Или они, наверное, здесь начинали играть. Ни хау, нет, воделец. Они тут, наверное, начинали играть. Потом туда перебрались. А здесь ничего ломать не стали. Ну, все ценное, я думаю, там. Здесь. Сами видите, все деревянное. Да, вот скверти. Но это не хау. Два человека. Так, ну что, тут только верстаки. Я думаю, в них ничего ценного нет. И вот такие маленькие комоды. Ну, в любом случае, я сюда залечу. Через пару дней. Я думаю, это тут где-то будет дня два. Два-три дня будет это все гнить. В общем, вот так вот, видите, здесь и здесь. Ну, я включу видео, когда буду подбирать лут с этих баз. Так, а сейчас еще пролечу я вот не был. Вот два китайца живут. Их проверить надо. У них в шкафов тьма наставлена. Если они бросят играть, там шкафов ой-ой-ой. У этого вошми гильдии шкафов, ну, в основном месте не так много. Сами видели. Ну, может, 20-30 шкафов. А вот смотрите, вот сколько тут шкафов натыкано. Ты китаец, смотрите, сколько шкафов. Ну, я даже их тут считать не берусь. Но их тут больше сотни, мне кажется, точно. Видите, как он тут все расставил. Да, красным горит, он продлил. Видите, как все расставлено, сколько тут шкафов. Ну, я думаю, он тут как бы просто, наверное, играет на пвп-сервере, а здесь у него просто как склад, где он хранит вещи. И тут вот еще один китаец. А, тут и ничего, и нет. Но гильдия продлил, продлил, да. Так, ну ладно. Жду, когда гильдия вошми окончательно рухнет. И будем смотреть, какой там лут. Так, вот и первые мешочки появились. Давайте смотреть. Так, ну вот там, где были... Ой, смотрите, лошади. Лошади мертвые. Ух ты, сколько корма. Ага. Книжечки. Так, будем все забирать. Ну, многое, конечно, надо будет уносить. Так что... Шкафы еще не рухнули. Я думаю, в доме тоже еще стоят. Ну, оно и к лучшему. Потому что, когда все сразу рухнуло, и столько много мешков, проблемно это все таскать. Так, я сейчас вот сюда как раз подъеду на повозке. Ну, вот здесь фундамент только был. Так, подъеду на повозке сейчас сюда и начну таскать. Ну, я думаю, вот там сейчас ферм куча всего выпадала. Животноводство. Самое ценное в верстаках и в шкафах в доме. Так, здесь... Ну, здесь тоже, наверное, корм. А, нет, не корм. Тут уже... Ой, что тут какие-то... Хит, музыкальные инструменты... Ну, всякое барахло, трава. Ладно, разберем. Что брать, что не брать. Так, все мешочком пока не хожу. Сейчас здесь пробегусь. Верстаки еще стоят. 4 тысячи, ну, это, наверное... Или вечером сегодня, или завтра. Так, здесь что? Барахло. Мешочки не упустим. Да, ну, шкафы, как я и предполагал, еще стоят. 15 тысяч. Так, а вот здесь какой-то верстачок был. Ой, рыба. И еда. Так, ну, конечно, рыбу берем. Еду берем. А, здесь, наверное, этот стоял. Ну, где еду готовить или холодильник. Так, это мы взяли. Так, ну, еду, еду сразу сейчас, наверное, пока положу в холодильник, чтобы она не портилась. Так. Ну, и начну возить вот эти. Вот тут, я думаю, сейчас лута, шкуры, мясо, прочее. Вот в этих мешках лежит навалом. Здесь пруды были. Помните ли? Приманка. Рыбья. Ну, самое ценное буду брать. Вот эти шкуры. Не знаю. Ладно, возьмем кость. Не знаю. Так, ну, я сюда слоном подъеду, поэтому давайте, знаете, что... Я сейчас просто подниму все мешки, выброшу и приеду сюда на повозки. Потому что так долго тут сейчас ходить, бродить, собирать. Ну, да, вот как я и предполагал, ведь тут все, что с животноводством связано. Сейчас просто их подниму, таймер обновлю, шкуры. Думаю, за одну ходку. Ну, я не буду все подряд уж брать. Здесь волчья ферма была. Соответственно, все, что волки вырабатывают. Здесь мясо, здесь кабаны были. Да, вот оно все тут. Здесь были олени. Здесь лисы, по-моему. А тут кролики. Мех. Да. Так, ну все, под 20 минут у меня примерно есть. Все эти шкафы тоже через какое-то время рухнут. Все, вроде бы, мешочки я тут какие-то обновил. Хорошо, что рядом с домом, далеко ехать не придется. Приеду сейчас на повозки. Осадная повозка у меня. Протребу слоном. И вот эту всю. Биллибердень увезу. Ну, остается ждать, да. Вот они верстаки, и вот они шкафы. Я думаю, до завтра. Я подожду. Завтра это все рухнет, мне кажется. так давайте лечу домой и сюда сейчас на слоне приеду вывезу эти мешочки а рухнули три шкафа смотрим что здесь трава тарова мех неплохо неплохо 18 тонн опять надо ехать сюда на повозке так а внутри внутри тоже попадала слушайте надо гнать повозку так ну вот сюда будем повозку подгонять ухты свитки хорошо здесь железная руда ну неплохо неплохо сейчас я думаю дойдем и до оружия оружие и доспехи так здесь у него видимо кулинария была ой все высшего качества супер смотрите к соя рис все высшее качество обычные из но надо забрать 17 тонн слушайте наверное придется несколько раз кататься я за раз все не увезу ой тут мешочки елку так но отсюда мы уже заберем инструменты инструменты тоже надо взять так инструменты здесь что ой деревянные виллы вот это не надо так но это с воинов он снимал поломано еще ну вот флаги только возьму транквилизатор виллы не нужны так а здесь ну а вот и доспехи пожалуйста звериные как на мне окно вот их возьмем меч дубины 51 мы возьмем метеоритный это возьмем так каменная стрела но это не надо вот это еще возьмем это не надо так там мешок тут мешок тут мешок еще ведь не все рухнуло так наверху ой наверху мешочки так свитки с утра но это я не беру это на пв я северах не нужно но тут одни свитки с утра да это я не беру так здесь больше ничего нет на втором этаже так давайте смотреть теперь где еще вот эти мешочки смотреть давайте сколько у них время 24 и сейчас посмотрим но я тут сейчас пробегусь чтобы ничего не пропустить так здесь мешочков нет вот один корм ну это для лошади так но внутри по моему там ничего не было я не знаю что у него за постройка тут че он тут делал качалка наверное не знаю что он тут строил там наверху кстати не знаю ну не буду там если и было то наверное это вышка там кроме стрел вряд ли что было так ну вот видите рушится прошло сколько сегодня суббота 6 дней прошло так ну вот это последние мешочки которые сейчас есть остальное тоже сам со временем рухнет я каждый день сюда прихожу смотрю ой свиточки смотрите как здорово слушать это надо отдельно это надо свитки отдельно здесь рецепты да это надо все тоже отдельно здесь у него что структуры ну самое такое ценное возьмем так вот маркер по моему я не смогу ставить чужой фундамент стену так и здесь а здесь фрагменты с мобов взял так ну все сейчас сюда еду 25 минут сюда еду сейчас на слоне наверно придется дважды ездить потому что много так сколько время тут двадцать четыре минуты двадцать четыре минуты так вот здесь двадцать три минуты нормально сейчас на слоне приеду заберу вот этот лент ну и не все еще верстаки там стояли так что еще несколько дней сюда ездить прошло уже пять дней я был здесь в понедельник два раза сюда ездил сегодня воскресенье ну семь дней прошло башни еще не рухнул может кто-то заходил не никого не был я за эту неделю тут дважды был сперва урожай несколько шкафов вывез во вторник в пятницу вывез слитки я рецептов было много проверим нет еще еще что-то как-то долго стоит еще ничего не рухнуло целую неделю стоит отчет она как-то перестала ну как-то долго она гниет как-то подозрительно долго гниет может кто-то все таки заходил гоняю столпы продлил странно я был два дня назад как-то тут все еще долго гниет тут было много мешочков я уже вывез тут шкафы стояли я вывез осталось вот это вот верстаки я думаю в верстаках тоже что-то лежит ну тут наверно броня лежит полторы тысячи но я думаю завтра все здесь рухнет ну не знаю мне кажется говорю как-то подозрительно долго стоит ну ладно завтра приедем а тут уже кое-что рухнет я думаю вот бы всегда так у нас грузоподъемность стала сто двадцать восемь тысяч двести сорок семь вот бы дано так всегда был такая грузоподъемность так вот завтра приедем долго стоит как а недели так ну что ж прошло восемь дней и многие станки рухнули только мешочков нет кто-то меня опередил кто-то ребятки меня опередил ну я еще спрошу индигу может она без меня зашла сюда приехала мы здесь вчера были до обеда у станков оставалось где-то по 1000 по 2 надо посмотреть она может вечером приехала хотя нет вряд ли мы по моему вместе из игры выходили слушайте ну упали да вот тут уже верстаки стояли вчера они были сегодня восьмой день как начало гнить все здесь 10000 так и вот там мельницы были тоже вчера и тут верстаки были вчера нету в общем или индигу вчера ночью зашла отсюда все взяла хотя нет вряд ли как она возьмет нет она слона моего не могла взять видимо тут кто-то побывал ребятки кто-то здесь побывал и мешочки вот этих верстаков подобрал вот так вот кстати интересно сделал он вот эту вышку надо запомнить как она делается потому что полезная такая штука иногда бывает наверх залазить и на дельта плане оттуда летите далеко далеко надо я сейчас чтоб на видео попало как это сделается значит стоит фундамент маленький и потом на него лестница каменная лестница здесь треугольный потом снова каменная лестница треугольный каменная лестница здесь по кругу каменные квадраты замыкаем между ними треугольник таково запомнить ставится квадрат в том треугольник треугольник квадрат треугольник квадрат замыкается круг центр можно заставить можно не заставить треугольниками вот здесь вот ставятся столбы они стоят на треугольник когда и вот так вот по кругу лестнице делаются лестница треугольник лестница треугольник и до самого неба так ну что ж я на этом буду видео заканчивать я сейчас домой приеду посмотрю в шкафах но нет вряд ли не тягу потому что мы вчера всех животных отсюда перевезли у меня вот остался только один слон но он стоял у меня в конюшне ну не в конюшне дом для больших маунтов и она туда залезть не могла но если только она пешком таскала но я сомневаюсь в общем скорее всего ребятки здесь кто-то побывал вчера вечером ночью ребята переезжают смотрю вот эта гильдия переехала по моему у хамстер еще не переехал д буду здесь была переехала дмз была здесь переехала бомбарби еще не переехал так около меня one man армии тоже переехал византия византия еще стоит надо будет слетать посмотреть вот здесь вот была гильдия как ее звали не помню переехал туристы было переехали короче все переезжают сумерки нам съездить посмотреть ответьте уже красных кругов нету но остается чуть больше недели до того как сервер будет закрыт мы тоже уже все почти переместили следующее видео будет посвящено нашему большому переезду с этого сервера который 24 октября будет закрыт я еще на шаре пролечу посмотрю может какие-то гильдии не переехали я их залутаю ну а это видео я буду завершать сейчас дома посмотрю шкафы если там пусто что индигу не переносила ну значит все кто-то тут другой прилетел сюда приехал ночью и забрал эти станки но все я уже сюда больше ездить не буду потому что здесь ничего уже не осталось это вот уже не верстаки это же уже по моему ну постройки с них наверное ничего не выпадет а если и выпадет то мелочевка а дело нет с этого не выпадет вот с этого может выпасть продвинутой мастерской с отправного не выпадет рынка тоже не выводит улучшенный магазин и это магазин нет тут уже ничего не выпадет единственное вот с мастерской выпасть может а так все ну вы видели какой лучше отсюда вывез единственное жалко что вот верстаки кто-то меня опередил там могла быть броня оружие ну ладно искусство свитки искусства отсюда очень много вывез в общем вот так вот гильдия вошми прекратила свое существование ну я отсюда вывозил дважды и лут лут разного рода так все на этом видео заканчиваю и до следующей серии следующая серия будет посвящена нашему с индигу большому переезду с этого сервера который повторюсь через неделю будет закрыт так что увидимся в следующей серии с вами был роман всем пока